Привет, мои хорошие! С вами Селена Свей. Я продолжаю отвечать на ваши вопросы, которые вы задавали мне под постом в Инстаграме. Здесь я ставлю Инстаграм. Можете продолжать оставлять там вопросы и можете под этим видео тоже писать ваши вопросы. Интересные вопросы я обязательно включу в следующее видео, потому что вопросов очень много. Я думаю, что я буду на них отвечать на протяжении долгого времени. Так что можете задавать новые вопросы в том числе. Смотрите, какой фон для вас я приготовила. Мне кажется, очень нежный. Поставьте лайк этому видео, если вам нравится фон и напишите что-то о нем. Я все время стараюсь. Главное, чтобы на все у меня было время. Бывает, просто нет времени оформить фон. Так, села тут, какие-то складки получились. Ну-ка. Естественно, я не на все вопросы отвечаю. Уже говорила, что по поводу мужа и какие-то другие темы совсем личные я не затрагиваю, дабы не разводить вокруг этого срач. Итак, Петра Нелла задает вопрос. Вы всегда носите медальон, не снимайте его. Он что-то значит для вас или просто нравится? Я вообще практически все украшения ношу. Это подарки моего любимого. И, ну, то, что мне удобно носить, да. То есть, кулоном подарила один там из первых подарков. К сожалению, у меня есть еще сережки и есть кольцо. Но они достаточно громоздкие и тяжелые. Поэтому я их ношу только на особые случаи. Также колечки все, которые дарил мой любимый. Все я ношу. Все я ношу на себе. Все три кольца. Будет еще кольцо, я еще одену и буду носить. Следующий вопрос задает Татьяна. Планируете ли вы второго ребенка? Как ты решила поменять имя? И как отнеслись твои родные? По поводу второго ребенка, да, я планирую второго ребенка. И у меня это в голове, как бы, знаете, стоит с покупкой новой квартиры. То есть, когда будет покупка новой квартиры, когда, то есть, покупка новой квартиры может быть разная, да. Это может быть новостройка или это может быть вторичка. Я еще не определилась. Вот. Из-за этого будут связаны разные моменты. То есть, если это новостройка, то нужно будет в нее вкладываться еще какое-то время, да. Будут большие затраты. То есть, тут как бы не до ребенка в этот самый момент, да. А если это будет вторичка, то, возможно, это будут более благополучные условия. Но у меня в голове как-то стоит новая квартира. И как только я начну платить за свою квартиру, да, там уже хотя бы ту же ипотеку, у меня в голове сразу стоит второй ребенок, да. Я его хочу не затягивать, второго ребенка, мальчик это будет или девочка, мне абсолютно все равно. Ну, а возраст, я не в том смысле, что возраст и обязательно там раньше рожать. Нет, просто я по себе чувствую, что здоровье, оно на самом деле не железное. И уже после 30 уже начинаются какие-то легкие моменты, но начинаются. Спина устает, да, там больше головные боли начались там какие-то, которых раньше, например, не было. Устаю я больше, выносливость не та уже. Ну, как бы, ну вот жизнь такая, е-мое. Поэтому мне бы хотелось, пока я еще полна сил, как бы ребенка не затягивать второго. Как ты решила поменять имя и как относятся твои родные? Как решила поменять? Я пела, пела, пела и пою, пишу песни. И, соответственно, под своим имя-фамилией, как бы, мне не хочется выступать. Мне хотелось что-то красивое, поэтому я себе придумала сначала имя Селена, то есть оно должно было быть таким созвучным. Я же много раз об этом говорила, все пришло ко мне интуитивно. И потом, когда я уже начала становиться блогером, я подумала, что одного имени Селена это мало. То есть Селена уже давно у меня такое второе имя, мой никнейм. Вот. И я подумала, что нужно придумать второе имя, и оно тоже должно быть созвучное, там тоже должны быть буквы S, оно должно быть четкое, короткое, запоминающееся и смысловое. Свэй, я уже говорила, это означает власть и господство, поэтому Селена Свэй. Имя Селена тоже означает Сила, там Ленина, я не знаю, в интернете можно разное почитать. Короче, сильное мое имя. Родители отнеслись нормально, потому что это никнейм в паспорте, я ничего не меняла. Только вот, вот мой паспорт. Сергей Аутфайр задает вопрос, как живется в Ростове, имея в виду пробки, воздух, какой части лучше жить в плане финансов, дорого, дешево, как насчет девушек, красивые или норма. Что касается девушек, я могу сказать, что у нас вообще одни из самых красивых девушек в Ростове. Потому что у нас южный город, у нас загоревшие, плюс яркие краски, витамин D, как бы, ну такие многие счастливые, улыбающиеся лица. Девушки у нас любят наряжаться. Ну, то есть, вот если выйти в центр города, то, в принципе, блин, одна крашит другой. И девушек у нас очень много. Мне кажется, даже больше, чем парней. Ну, я думаю, что это, наверное, как и везде. Что касается жилья, смотря с чем сравнивать, если сравнивать с Москвой, то, конечно, у нас на порядок ниже. Я даже могу сказать, что, не знаю, ну в два раза, наверное, ниже. Но, опять же, есть места, куда можно сходить дешево, а есть места, куда можно сходить, и как бы там будет так же, как и в Москве. То есть, Ростов меня в этом смысле радует, что я себя здесь чувствую, как в мини-Москве. Хочу уюта, я знаю, куда пойти, где дешево и клево отдохнуть. Я хочу пафоса, я знаю, куда пойти, где круто, пафосно отдохнуть, где будут люди соответствующие, контингент, обслуживание, все на высшем уровне. Ну, то есть, Москва приехала здесь и устроила тоже нам отдых. Поэтому за Москвой я особо сильно не скучаю. Что касается в плане воздуха, в какой лучшей части жить, ну, у нас много разных частей, везде, в принципе, хороший воздух, ну, от промышленных зон подальше, как бы, есть такие места. И не могу сказать, как бы, в любом районе хорошо. У нас Дон здесь, у нас много зелени всякой разной, много парков. Поэтому с воздухом, ну, просто выбрать надо район, там, по месту работы или еще что-то. Следующий вопрос, сталкивалась ли ты с глубокими депрессиями? Если да, то как? В Москве были у меня депрессии. Это все было связано с тем, что мне хотелось именно той жизни, которой сейчас я живу. И пока я не видела, не видела причины, за которые она могла стать. То есть я живу своей обычной жизнью, думаю, где достать денег, хожу на какую-то работу, которая мне быстро надоедает, я с ней ухожу. Хочу какого-то молодого человека, которого я рисую в своих мечтах, ощущениях, какой он должен быть. Но на деле получается другой человек, мне приходится уходить, расставаться. И каждый раз, конечно, бывали после этого депрессии. Это касается денег, это касается любви. То есть когда в этом нет удовлетворения. Что касается, насколько глубокая была депрессия, ну, я не думаю, что вообще в глубокие депрессии сильно, мне кажется, не впадало. Ну, неделя депрессии у меня была. Все же зависит еще от того, кто рядом с вами. Если рядом с вами позитивный человек, который вас вытаскивает, водит, и это у вас не будет никогда депрессией. Если рядом с вами находится человек точно так же, у которого проблемы какие-то, да, и тоже не получается в жизни, и тоже он не видит перспективы, вы просто будете вместе сидеть, тупить, грустить и думать о том, как все плохо, и когда же все будет хорошо. Поэтому окружение – это очень важно. Ну и вообще я такой человек, что мне недели всегда хватало. То есть если я депрессую, если мне грустно, и есть на это какие-то причины, я работала с собой так. Я оставалась дома, никуда не ходила, я культивировала эту депрессию. То есть если мне плохо – лежи. Не хочешь есть – не ешь, пока тебе, блин, плохо не станет, да. Не хочешь ничего смотреть – не смотри. Не хочешь ни с кем не разговаривать – не разговаривай. То есть я себя запирала вот так, а я понимала, что я человек-то другой, мне нужно общение, я позитивный человек, мне нужно стремиться куда-то, бежать куда-то. И вообще депрессии такие, они не характерны для меня. И когда я себя запирала в эти рамки, то есть день, второй, третий, я уже начинаю на стены вешаться, думаю, да что это такое, жизнь идет вообще, а я сижу здесь в четырех стенах. Блин, да это такие драгоценные моменты, нельзя это просто так терять. И все, я начинаю что-то делать, какую-то психологическую литературу читать, какие-то проходить курсы, какие-то, я не знаю, знакомиться с людьми, ходить куда-то, смотреть что-то новое, получать впечатление, смотреть фильмы, то есть я люблю жить. Ну и депрессию как рукой снимала. Особенно если заработаешь там какую-то копейку, если у тебя депрессия из-за денег, то сразу рука снимается, да. Только ты знакомишься с кем-то и влюбляешься в кого-то, сразу депрессия, что касается парня, тоже проходит. Селена, а как вы думаете, какую мужскую профессию хорошо оплачиваемую выбрать? Я, например, у меня растет мальчик, да, и я бы хотела, чтобы он умел умел у меня делать бизнес. То есть куда пойти, что-то, наверное, связанное с финансами. Я еще этим вопросом так сильно не задавалась, но буду задаваться. То есть я бы хотела, чтобы он умел управлять деньгами, чтобы он знал, что такое пиар, менеджмент, реклама. Это все очень важно, да. То есть как построить свой бизнес, как его вести, то есть инвестиции. Вот все-все-все, что касается денег. Надеюсь, ему это будет интересно, и он пойдет вот с этим. Если ему это не будет интересно, то в принципе пусть идет куда хочет. Хочет петь, пойдет петь. Хочет актером, пойдет актером. Хочет быть гимнастом, пойдет гимнастом. В общем, у меня в этом смысле нету каких-то там проблем, да, потому что что касается образования, высшего образования, мне кажется, что это должно быть от души. Если человек захочет в конце концов построить свой бизнес, полно кучи курсов, на самом деле, куча курсов, на которые можно пойти, заплатить деньги, там тебе быстро прокачают, вдохновят. Да, где-то это стоит дорого, где-то стоит дешевле, но мне кажется, стоит это пробовать, пробовать и делать. Нацеливаться на свой бизнес, на свое дело. Ну а там как пойдет. Я думаю, курсы в помощь. Тут не обязательно 5 лет там на что-то учиться. Селена, если к вам подойдет подписчик, вы обниметесь, сфоткаетесь, а потом он будет ходить с вами, возможно, болтать о чем-то. Как вы отреагируете? Абсолютно нормально отреагирую, если я, ну, как бы, хожу, например, по торговому центру, да, и я, например, там, что, ну, как бы, ничего нет важного, что мне быстро забежать куда-то и выбежать, да, и я прогуливаюсь, и что-то спрашивает человек. Я всегда открыта для общения. Ну, то есть, я люблю общаться. Естественно, если у кого-то есть нужда и потребность в каких-то вопросах, кто-то что-то хочет узнать, выяснить, да, просто поболтать со мной, то я не против, да. Единственное, что это не должно, как бы, занимать время конкретно, да, что если, например, я пришла по делам каким-то, да, и я стою там полчаса или час разговариваю с человеком. Вот, но я, в принципе, такой человек, что я не буду смущаться, если я куда-то спешу, я обязательно скажу этому человеку, что, там, я иду туда, хочешь, пойдем со мной, пройдемся, да, то есть, я могу предложить без проблем. Или сказать, что, извини, пожалуйста, я сейчас очень спешу, там, мне куда-то надо. То есть, я не буду стоять и думать, как бы мне свалить или это. Ну, то есть, у меня такого нет, нормальный человек, все мы люди, все друг друга понимаем, поэтому. Могу поболтать, если будет время походить, если не будет времени, так скажу. Иван, Иван и Любаша, вот, пишут мне, я не знаю, вместе они пишут или нет. Можешь сдуть губы? Или это все до конца жизни? Нет, сейчас есть средство, лангидаза называется, и этот препарат вводят в губы, и они сдуваются. Ну, я могу, естественно, это сделать, но я не хочу. Во-первых, это очень болезненно, а для меня это болезненнее, чем, по-моему, сами губы колоть. Это первый момент, что меня останавливает. Может быть, я и сдула бы, посмотрела бы, если бы это все было не больно, без проблем. Сдула бы, посмотрела бы, может, походила бы какое-то время, потом опять подкачала. Но я люблю пухлые губы. И у меня, на самом деле, достаточно такой естественный, то есть, у меня не перекачанные губы, у меня нет проблем, да, там каких-то прям ужаса, огромные губы, как, например, бывают. Да, есть с чем сравнить. Поэтому им не нравится моя форма, и как бы меня все устраивает, поэтому пусть будут. Если не буду убирать гель, то да, до конца жизни. Следующий вопрос. Есть ли любимые салаты, кроме крабового? Если да, когда впервые их попробовала? Ну, когда впервые попробовала, я не знаю. Один из любимых салатов – это оливье, естественно. Оливье и крабовый. Ну, два моих любимых салата. Так вот сидеть даже я не вспомню, какие салаты. Да, все я люблю салаты. Все салаты я люблю. Катя задает вопрос. Селена, если бы тебе довелось преодолеть страх сцены, то хотелось бы ездить на гастроли, исполнять свои песни, собирая много поклонников. Если да, какой бы был первый город из гастрольного списка и почему? Да, где-то у меня в голове, там, где-то на каких-то полках лежит желание собирать там толпы людей, гастроли и так далее. Где-то на полке так же лежит, что, скорее всего, мне это будет сложно и, возможно, оно мне не подойдет по моему внутреннему ощущению, как я хочу жить, да, потому что это более, наверное, более в молодом возрасте было бы, наверное, интересно. А вот сейчас уже в моем, у меня уже какие-то другие интересы, и вот бежать куда-то вот выступать, как-то меня особо вот прям так сильно не тянет, да. Но если условия, то есть для этого нужно что-то делать, стараться, вкладывать энергию, а я как бы не готова. Если бы все так сошлось вот легко и просто, и как-то так получилось, то, возможно, я бы попробовала. Первый город, который был бы, мне все равно вообще, какой первый город. Хотелось бы, чтобы это был небольшой город для того, чтобы вообще привыкнуть к тому, что ты там звезда. Я бы поехала в какой-нибудь город, например, там Тверь, та же Тверь, недалеко, да, там от Москвы, Краснодар, хотя он уже крупный город Краснодар, в какие-то поменьше бы города ездило. Ну, например, там Тверь, да, там полмиллиона, по-моему, людей. Ленка задает вопрос, так написано у нее, Ленка Блэк, она уже, по-моему, задавала вопрос, или нет, не помню. Как считаете, муж должен быть старше своей жены? Я не считаю, что должен, абсолютно вообще. Муж должен любить свою жену, муж должен заботиться о ней на всех фронтах, женщина должна чувствовать себя замужем, и возраст здесь абсолютно ни при чем. Следующий вопрос, что для тебя важнее, дружба или любовь? Для меня важно все, и то, и другое. Я считаю, что в хорошей любви, в такой настоящей, качественной любви, никогда не будет ограничений по дружбе. И в настоящей дружбе никогда не будет такого, что твоя любовь захочет ограничить тебя от этой дружбы. То есть не будет делаться ничего такого. Тут в первую очередь друг должен уважать твою любовь, и твоя любовь должна уважать твоего друга. Это важно, это одно из первых, что нужно решать всегда в отношениях, чтобы ни в коем случае не было никаких вот таких вот вопроса ребром. Либо я, либо дружба. Потому что друзья, они важны, они очень важны. Друзья могут быть с тобой на протяжении долгого времени. Ты можешь менять, допустим, там один парень, у тебя второй, третий, и друзья твои на протяжении всего времени с тобой вместе переживают все твои любови, да, там, и расставания. И, конечно, это ценно, это важно, ну, пока вы вместе, пока вы друзья. Если, конечно, друг начинает себя как-то так вести, если он начинает говорить плохо о твоей любви, которую ты там любишь, если какие-то палки в колеса ставят, да, ну, тут уже совсем другое. Тут надо смотреть на ситуацию. Ну, то есть если мы говорим о качественной дружбе, и говорим о качественной любви, то здесь нет или-или. Здесь и то, и другое. Следующий вопрос, на что обращаете внимание при знакомстве? При знакомстве я обращаю внимание на всё. Я обращаю на то, как человек одет, я обращаю на то, что он говорит, я обращаю на то, как он говорит, задаю вопросы. Не знаю, у меня всегда, ну, как бы, если я в общении с человеком, да, то я всегда, у меня есть что сказать. То есть человек себя так ведёт, что вызывает море вопросов у меня, да, либо не вызывает море вопросов, всё с ним ясно. Вот. Но главные такие вещи. Что говорит, как говорит и как выглядит, это первое впечатление. Оно должно быть очень важным. Следующий вопрос. У тебя есть секрет, о котором никто больше не знает? Ну, на самом деле нет таких секретов. У меня есть близкие друзья, у меня есть любимый человек, у меня есть мама, и у меня нет таких секретов, которые бы один из них не знал. Ну, то есть, понимаете? То есть, что никто не знает. Кто-то из них да знает. Кто-то знает про одно, кто-то про другое. Но это даже не так, чтобы какие-то прям секреты. Если прям какой-то секрет секретный, то, в принципе, про него все знают. Нет у меня таких секретов. Обдывают какие-то вещи, например, я могу рассказать маме, но не думаю, что стоит это рассказывать кому-то другому. Или кому-то я рассказываю своим подругам, но не думаю, что это стоит знать моему молодому человеку. Ну, какие-то такие женские секретики об этом. А если говорить о каких-то глобальных секретах, которые могут повлиять на отношения ко мне, например, моего любимого человека, или моей подруги, или моей мамы, или кого-то близкого, то таких секретов нет. Все про меня, мои близкие, все знают. И от этого огромная свобода. Жанна задает вопрос, она не может выбрать работу. Одна работа приносит ей деньги, но она очень ненавистная. Вторая работа приносит ей радость, сплошной позитив, улыбки детей. Но эта работа нестабильная. И она спрашивает, что бы я выбрала в данной ситуации, и что важнее вообще. Вы знаете, важно то, в какой ситуации вы сейчас находитесь, именно финансовой. Если у вас нет проблем, чтобы платить за съемную квартиру, вы живете, может, с родителями, и они вас кормят, где-то помогают вам, и вы не нуждаетесь прям в потоке денег, то я бы, конечно, не работала на работе, на которую я иду ненавистную. Я бы лучше получала море позитива, небольшие денежки и урезала бы просто свои какие-то желания. И искала бы вторую работу, которая приносит деньги, и позитив. И если же у вас какая-то сложная ситуация с финансами, и вам нужны деньги, и это будет очень сильно ударять вообще по всей вашей жизни, с которой вы можете не справиться, если бросите работу, которая приносит вам деньги, то, конечно, этого не стоит делать в пользу, допустим, там суперработы нестабильной. Надо оставлять и то, и другое, может быть. Как-то там работать, естественно, пока нужны деньги, и отдушина получать на второй работе. Но я бы начала думать о том, чтобы поменять ненавистную работу, как-то это сделать параллельно и плавно, то, что приносит вам деньги. Следующий вопрос. Когда хотите переезжать в Европу? Ну, такого вопроса у нас вообще не стоит именно когда, когда-нибудь. Вот. Да, хотелось бы в Европу поехать, но для этого сначала, я думаю, в России нужно устроиться, потому что это всё-таки твоя родина, твой дом, и здесь комфортнее всего. Да, пока что, если ты ездишь в другую страну, другой менталитет, другой язык, соответственно, зарабатывать как-то там всё по-другому, это какой-то период будет очень сложный. Справишься ты с ним, не справишься, будет тебе это комфортно, и будет ли хотеться тебе это всё дело продолжать, неизвестно. И я не из тех людей, которые прям сжигают мосты, прям вот, что касается, всегда нужно иметь место, куда ты хочешь вернуться. Поэтому Россия, это мой дом, и я здесь хочу сделать дом, обустроиться, вот. А потом уже, когда всё хорошо, уже начинать выезжать в Европу на долгие, длительные такие поездки, да, чтобы там можно было месяц пожить, два месяца, потом вернуться, сравнить, как бы, вот такие моменты. Когда, как все условия сойдутся. Ну вот и всё, мои хорошие, я ответила на интересные вопросы, какие-то новые, может быть. Жду ваши вопросы под этим видео так же, потом соберу под предыдущим видео вопросы и под этим. Если будут какие-то интересные, обязательно сниму ещё отдельное видео и поотвечаю на ваши многочисленные вопросы. Всё, я вас люблю, целую. Лайк этому видео, если понравилось, подписывайтесь на мой канал, если ещё не подписаны. Я готовлю для вас много интересных видео и прощаюсь до следующего. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok